В преддверии начала нового учебного года состоялась традиционная областная педагогическая августовская конференция развития профессиональной компетенции педагога, ключевой фактор совершенствования образовательной системы Витебской области. В рамках конференции были подведены итоги уходящего учебного года и обозначены приоритетные цели и задачи 2018-2019 учебного года. В форуме приняли участие свыше тысячи человек. Это руководители учреждений образования области, лучшие педагоги и воспитатели дошкольного, общего-среднего, дополнительного и специального образования, ветераны педагогического труда и молодые специалисты Витебской области. В качестве гостей на конференции присутствовали Шерстнев Николай Николаевич, председатель Витебского областного исполнительного комитета, Терентьев Владимир Владимирович, председатель Витебского областного совета депутатов, Старовойтова Ирина Анатольевна, первый заместитель министра образования Республики Беларусь. С докладом об итогах работы за прошедший учебный год и задачах, которые предстоит решить в новом учебном году системе образования области, выступил начальник главного управления по образованию Хома Дмитрий Леонидович. Уже осталась история 2017-2018 учебный год. Сегодня мы подводим его итоги, почерчиваем перспективы работы на новый учебный год, определив для себя главное направление в работе, создание условий для роста и развития профессиональной компетенции педагога. Высокая профессиональная компетентность является ключевым фактором в обеспечении качества образования, развития и совершенствования системы образования в целом. Основными задачами на 2018-2019 учебный год остаются совершенствования системы образования, которая будет стабильно функционировать, независимо от внешних условий и направлена на всестороннее развитие личности ребенка, повышение качества образования, формирование кадровых потенциалов, создание современной материально-технической базы. С приветственным словом к участникам конференции обратился председатель Витебского областного исполнительного комитета Шерстнев Николай Николаевич. Будущее страны зависит только от нас с вами, воспитателей, учителей, преподавателей, руководителей учебных заведений и наших воспитанников, учащихся и студентов. В преддверии Дня знаний самое искреннее слово благодарности педагогам за их нелегкий, но благородный труд, за верность учительскому долгу. Желаю всем вам вдохновения, дальнейших успехов на педагогическом облаще, крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма, больших достижений и хороших, талантливых учеников. А всем ребятам и молодым людям, которые придут в учебное заведение для получения знаний, успехов и, конечно же, отличных отметок. В ходе конференции состоялось награждение лучших учителей и руководителей учреждений образования области почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь, грамотами Управления образования Витебского областного исполнительного комитета, значками «Отличник образования Республики Беларусь», денежными сертификатами. Были вручены памятные подарки ветеранам педагогического труда. Музыкальные номера участникам конференции дарили лучшие детские коллективы художественной самодеятельности учреждений образования области. С большим интересом участники форума посетили интерактивную выставку «Презентации компетенций WorldSkills Беларусь-2018», организованную на открытой площадке. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение статуса профессионального образования и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Конкурсанты демонстрируют свои технические способности, индивидуальные и коллективные качества, решая задачи, максимально приближенные к реальным. На конкурсе профессионального мастерства третьего национального чемпионата WorldSkills Беларусь-2018 команда Витебской области вошла в тройку лучших, завоевав пять золотых, восемь серебряных и пять бронзовых медалей. Свой вклад в копилку наград внес и учащийся учреждение образования Витебский государственный технологический колледж филиала БГТУ Шенкевич Денис. Я обучаю филиал БГТУ Витебский государственный технологический колледж на отделении технологии диробобатывающей производства. В 2018 году на областном и республиканском этапе WorldSkills занял призовые места, результатами которыми являются золотые медали. Сейчас ведется активная подготовка к участию в международном корпусе WorldSkills Казань, который пройдет в 2019 году. Компетенция, в которой я участвую, называется Плотницкое дело. Одна из самых сложнейших в строительной сфере. Плотницкое дело – это не только работа с материалом, но и глубокое знание математики и начертательной геометрии. Надеюсь, занять призовое место. Здесь же свое мастерство демонстрируют и учащиеся учреждения образования Оршанский государственный механико-экономический колледж Попков Евгений, компетенция «Кузовной ремонт. Золотая медаль» и Тараканов Сергей, бронзовый призер в компетенции «Фрезерная работа на станках с программным обеспечением». Экспозиции и выставки, презентации компетенции WorldSkills Беларусь 2018 стали не только яркой демонстрацией достижений в развитии технического и декоративно-прикладного творчества учащихся и педагогов учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, отражая современные достижения учреждений образования в инновационных подходах обучения и повышения престижа рабочих профессий, но и яркой презентации учебных учреждений области для будущих абитуриентов и их родителей. Наш колледж является одним из старейших учебных заведений Витебской области. Мы ведем подготовку специалистов для машиностроительного комплекса не только города Витебска, но и всей республики. Очень удачным прошедший учебный год был для нашего учреждения. Мы подготовили и выпустили 211 высококвалифицированных специалистов. Из них 46 человек получили дипломы с отличием, 143 повышенные разряды, а это значительный успех в работе нашего педагогического коллектива. Только за прошедший год мы были неоднократно победителями не только областных, но и республиканских конкурсов. Наверное, очень высокая награда – это был марафон 2017, где мы были удостоены вышедшей награды, и нам был вручен сертификат на 50 тысяч. А это значительный вклад в развитие нашего учебного заведения. Наш электронный учебник по профессии почтовой связи был признан лучшим в республике. Мы горды тем, с кем мы работаем, и кто с нами работает только благодаря высокому профессионализму. Педагога в тесном сотрудничестве с учащимся всегда дает положительный и высокий результат. Подготовка высококвалифицированных специалистов в системе профессионально-технического образования должна вестись на современном оборудовании, которое позволит действительно подготовить качественных специалистов. От имени педагогического коллектива колледжа мне хочется высказать слова глубокой благодарности руководству области за ту финансовую поддержку, которую они оказали нам в этом году и позволили приобрести программное обеспечение, имитирующее числовое программное управление промышленного станка. А это позволит вести подготовку высококвалифицированных специалистов для станкостроения не только Витебской области, но и в целом Республике Беларусь. Безусловно, самой высокой оценкой профессионализма педагога является то, что подготовленные кадры в нашем колледже возвращаются к нам в качестве наших коллег, мастеров производственного обучения, педагогов и решают те задачи, которые стоят перед нашим коллективом и продолжают наши традиции. Пусть у них все получится, пусть этот труд будет благодарным. Я выпускник колледжа, где отучился на двух ступенях образования, и теперь я работаю там в должности мастера производственного обучения. И как бывший выпускник, я могу сказать, что уровень подготовки в нашем колледже очень высокий, и я буду стараться поддерживать традиции нашего колледжа и продолжать их же, чтобы наши ученики стали высококвалифицированными специалистами и достойными гражданами нашего общества. Фильм про дружбу «Мальчика и жирафа» юные витебляне и их родители смогут посмотреть в кинотеатрах Витебска с 30 августа. Прокат снятого в Нидерландах фильма «Мой сябр жирафа» состоится на белорусском языке благодаря команде «Киноконг», которая объединяет переводчиков, редакторов и актеров и при поддержке компании «Велком». Проект «Белорусские уикенды», в рамках которого был сделан профессиональный белорусскоязычный дубляж фильма, существует уже полтора года. Его участники стремятся радовать зрителя новой премьеры примерно раз в месяц, выбирая жанры, интересные для разной аудитории. Так, после ленты «Мой сябр жирафа», адресованной самому юному зрителю, взрослых киноманов пригласят на легендарный британский фильм «Вогненные колесницы». Далее в планах «Хроники Нарнии». Всего за время работы проекта дублировано более полутора десятка кинолент. Мы им княмся достигнуть усе аудитории, потому что все белорусы любят белорусскую мову, але, конечно, акцент у нас на деток, на малых белорусов, яким вельми важно для того, как паспехов вылучшать мову, литературу белорусскую. У школе вельми важно разумеет, что мова живая, она развивается. И в этом наш проект, как кажуть батьки, вельми допомагает. В Витебску мы уже показывали в минулым годе так само дитячий фильм «Шторм», присвеченный 500 годзю белорусского книгатургавания, 500 годзю белорусской Библии. И все это мы робим для того, как белорусы, я не вся чулю, больше Белоруссии, для того, как фильмы, скажем, які несуть добрые християнские каштонности, их становилось больше. И так само не только в кинотеатрах, их зараз можно поглядеть, а литые фильмы, которые мы показали в Минску, и, например, ты глядачих пропустил, их можно зараз поглядеть на сервисе нашего партнера «Волком», сервис «Вока», «Синевока», однословый раздел «Фильму» по белорусскому. Так что это так застаётся в интернете, застаётся в веках. Первый в Беларуси показ фильма «Мой сябр жирафа» состоялся в Витебском краеведческом музее не случайно. Сергей Жбанков, актёр театра и кино, дублировавший главную роль жирафа, родом из нашего города. И премьера, которая прошла на его малой родине, стала отличным подарком для актёра и его трёхлетней дочери, которая тоже пришла на премьеру. Пара моего дятинства, навод каля я займался профессийным футболом, заключалось всё тем, что мне хотелось агучивать рекламы, кино, прасывать на телебачене. И то, что зараз у меня есть, я маю новозь агучку, и агучку я ещё в народной мове, мне это вельми падабается, потому что это наближая мяне до мовы. Я у першыню, можа, агучива у жирафа, який размовляет человечным голосом. Вот это было самое сложное, как зарабить и некие человечные, душевные относины живёлы, и, можно сказать, сохранить его, как члена Африки, можно так сказать. Потому что были такие моменты, когда нужно агучивать просто собаку. Я, когда ты пришёл агучивать кино, на Белоруссии фильме мне сказали, «Сиджок, будешь агучивать собаку?» «Хорошо, да, давайте». «А текст есть?» «Не-не-не, текста нема». «Як нема». Просто живая собака, якая бегает и галкая. Вот такая у меня не было роли. А тут миноватый жираф, який размовляет, да я ещё на мове, да я. Но там мне сподобалось, как працует оригинальный актёр. И он вельми добро всё робит, и мне самое главное было зарабить не больше и не меньше, а попасть в ягу, потому что там вельми добрый, приемный, смешный, такие вот молодые жирафы». В день премьеры фильм смогли увидеть и юные зрители. По-белорусски каждый день. Но всем им была понятна и интересна работа команды «Киноконг». А приятным бонусом стала книга «Разукрашка», которую в подарок от организаторов получил каждый участник просмотра. «Я хожу в кино нечасто, но я люблю смотреть «Кролика Питера». Сегодня я пришла фильм смотреть про жирафа. Я надеюсь, что он мне очень понравится». Посмотреть фильм в Витебске можно будет в кинотеатре «Мир». Показы продлятся до 5 сентября включительно. После этого фильм будет демонстрироваться в Минске.